КОНЕЦ А затем, самый лучший путь и самое лучшее слово, это книга Аллаха и лучший путь это путь Пророка Мухаммада салаллаху алихи wassalam. Все, что выходит за эти границы, является нововведением. Каждое нововведение это ересь, а каждая ересь будет в огне, как предупреждал Пророка Мухаммада салаллаху алихи wassalam. И наша обязанность хвалить Аллаха, радоваться всему тому, что Он не посылает нам быть довольным и идти путем Пророка Мухаммада салаллаху алихи wassalam. И альхамдулиЛя, мы видим, по милости Аллаха здесь собрались. Это большое благо для каждого из нас, большая милость от Аллаха, и мы должны ценить это. Ценить, что Аллах спонталя дает нам возможность собираться в мечеть, и ценить, что мы можем потихонечку улучшать, украшать нашу мечеть. Только лишь по воле Аллаха каждый человек это понимает. Без этого ничего невозможно, аль-хамду лилля, поэтому его восхваляйте и к нему прибегайте. И мы с вами продолжали намаз, но сегодня я хочу немножечко отступить от этой темы и другую тему затронуть. Тема, иншаллах, очень важная в сегодняшний день, очень актуальная, говоря сегодняшним языком, это принцип равенства в исламе. Потому что он всячески, мы не говорим сейчас о немусульманах, всячески попирается, нарушается самим мусульманами. Которые делят мусульман на разные сословия, группы, по разным принадлежностям, этническим, национальным, социальным, каким-то статусом делят мусульман и в соответствии с этим обращаются с этими же мусульманами. Этого ни в коем случае нельзя допускать. И в данной сфере, в сфере равенства в исламе, величие ислама проявилось как нигде. И впервые в истории, али-хамду-ли-ля, именно в исламе принцип равенства представил как источник милости. Аллах спонталя для нас еще одну милость оказал тем, что указал, что мы равны. И шариат не делает различий между людьми на основании их цвета кожи, их языка, этнической группы национальной, статуса и тому подобных предрассудков. Аллах спонталя говорит, То есть, Аллах нам четко и ясно указал, что самый лучший перед Аллахом какой? Богобоязненный. От того, что у тебя есть деньги или нет у тебя денег, у тебя статус или нет статуса, ты такой-то нации, такого-то народа. Ничего это не значит для Аллаха спонталя. Он по этим признакам не судит. Наоборот, он это все не спасал людям для испытания. Если у тебя есть деньги и для тебя это неиспытание, будешь отвечать за них, ты рано радуешься. Вот когда ты пройдешь испытание, когда ты отвечаешь за каждую копейку, и твоя копейка была направлена на пути Аллаха и была халяльной, вот тогда ты будешь радоваться. А сейчас ты еще глупец, ты еще говоришь гоп, пока не перепрыгнул. И также все, что сюда входит. И подчеркиваю важность этой идеи, и прок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал во время прощального хаджа, хадис Джабира, ради Аллаху Анху. О, люди, поистине, ваш Господь один, и ваш Отец один, то есть Адам алейхи вассалям. Ни один араб не имеет преимущества перед неарабом, но и неараб не имеет преимущества перед арабом. Черный не имеет ни его преимущества перед красным, и красный не имеет преимущества перед черным, кроме как в вопросах благочестия и богобоязненности. Опять мы сюда приходим, вопросы благочестия и богобоязненности. Когда человек на пути Аллаха старается совершать как можно больше. Когда он действительно не просто на словах, но и делами на пути Аллаха. Пусть он мало говорит, но дела его говорят о другом. Ибо нас вот, когда Аллах Анху говорил, мы в наше время мало говорили и много делали. Мало говорили и много делали. Сейчас, Табиена говорит, вы много говорите, но и делаете. Придет время, когда люди будут говорить и не будут делать, а потом придет время, когда люди и не будут говорить о религии Аллаха и не будут ничего делать. И здесь мы видим, в хадисе Пророка Мухаммада, что впервые в истории люди объявляются действительно равными. Люди объявляются равными, тогда как Европа про это даже еще не слышала. И люди равные перед Аллахом с паном Аталем. И в этой общине, если мы посмотрим на ее историю, сами ее члены говорят об этом. Такие как Белялиль Аль-Хабаши, это рабы, Сухайб Аль-Руми, Сальман Аль-Фариси, Хаббаб Ибн Аль-Арад, Альмар Ибн-Якир, это бывшие рабы. И они стояли с правителем мусульман, со вчерашними вельможами мусульман, которые были главами Курашитов, управляли Меккой. Такие как Омр Аль-Хаттаб, Абу Бакар, Усман Ибн Афан, Абу Суфьян и такие другие знатные люди, у которых самих было несчетное количество рабов, и которые только умели что? Хорошо управлять людьми. Они были истинной царей этого народа, и эти рабы встали с ними плечом к плечу, плечом к плечу, и их узаконил шариат перед Аллахом, уравнял. И не было между ними такого, что они гордились своим положением. Гордились своим положением, наоборот, они гордились что? Своими делами, и поощрялись вдруг быть более богобоязненными. И Аллах спонтаня даже упрекнул Пророку Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, в сурале Аббаса, вы все знаете, о том, что он уделил внимания больше. Он не проявил несправедливость, не поругался, ничего такого не было, просто проявил внимания больше богатым из народа сего. А Ибн Мактум, который был бедняк и тому же слепой, остался как бы в стороне. И Аллах спонтаня за это порицает Пророка Мухаммада, говоря, он нахмурился и отвернулся от того, что подошел к нему слепой. А что дало тебе знать, может быть он очистится, или станет поменять увещевание, то есть примет ислам, очистится и станет поменять Аллаха, улучшится и поможет ему воспоминание. А вот тот, кто богат, к нему ты поворачиваешься, хотя и не на тебе лежит вина, что он не очищается, а тот, кто приходит к тебе с очищением, то есть тщательно, именно целеустремленно, испытывает страх, ты от него отвлекаешься. Но нет, это ведь напоминание. Сураль Аббаса, 80-й сураль, 1-й, 11-й аяты. Мы видим, что даже зато Пророку, салам, был спрос больше, конечно, чем у нас. Почему? Потому что он избранник Аллаха, он посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Из-за этого Аллах малейшие отклонения какие-то сразу подчеркивал и говорил, что в действии совершил ошибку, чтобы это было уроком для нас. А что же говорить на сегодняшний день про нас, когда мы вовсе несправедливы, и даже в одной мечети видно, как одна национальная группа собирается в одном углу, другая национальная группа собирается в другом углу, эти зовут гостей этих, те приглашают других, и нет между ними равенства. Почему? Потому что они считают, что мы, как же, мы же земляки, мы лучшие, хотя на самом деле с тобой рядом джахель, с тобой рядом тот, кто ведет тебя к огню. А тот человек, который призывает тебя к исламу, ты его ненавидишь. Почему? Аят достал, опять говорит то, опять говорит это, опять говорит другое. И так люди разделяются, и Аллах спонталя унижает, говоря то, что одним, так мы даем одним беззаконникам править другим беззаконникам. Сураль Майда и сураль Ниса приходят эти аяты. Если не хотите по справедливости, обязательно будет несправедливость. И один из вас, более беззаконный, Аллах спонталя возвысит, чтобы он правил вами беззаконниками, так как вы нарушаете шариат Аллаха. И Рок Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, все усилия прилагал на то, чтобы объединить мусульман. И Аллах спонталя, это еще одна билость, то, что мы объединились на религии Аллаха. И он обращается к хадису Кути, говорит Року Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, даже если бы ты потратил все богатства этого мира, то тебе не удалось бы объединить их сердца. Только наша милость, то есть милость Аллах спонталя к нам, что мы хотя бы пытаемся объединяться. И умный человек всегда будет объединяться своим братом, и будет желать ему счастья, и будет любить его, и ненавидеть только ради Аллаха. Любить за то, что он мусульманин, а ненавидит, когда он совершает какие-то проступки, упущения грехи, и наша обязанность друг другу помогать в этом. И вот пример вам. Пророк Мухаммад, когда завладели мекковые мусульмане, одна знатная женщина, дочь знатных людей, совершила кражу. И Пророк, саллаху алейхи вассалям, приказал отрубить ей руку. И люди стали заступаться, говорят, ну неудобно, знатная женщина и так далее, там подобное. Что сейчас мы слышим? Да ладно, это свояк, ты че, он пригодится еще? Мы сегодня дело его обстряпаем, завтра к нему пойдем, он нам поможет. Разве такое мы не слышим? Постоянно слышим. Что на это сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям? Бывшие до вас народы погибли, так как прощали воров из знатных семей. И наказывали тех, кто происходил из низов. То есть из низших наказывали, а воры знатные прощались, как сегодня у нас существует. Клюнусь Аллахом, даже если дочь Мухаммада Фатима совершит кражу, я отрублю ей руку. Этот хадис приводит Бухарик и Табалянбия. То есть, если бы даже моя дочь совершила кражу, я бы отрубил ей руку. Почему? Потому что шариат важнее всего, в этом хадисе много пользуются. Шариат важнее всего, не важно кто. Родственник, близкий друг, корич, который ты всю жизнь знаешь и так далее, не важно. Если он проступился перед Аллахом, оступился, ему обязаны наказывать. Если же нет, то справедливость должна быть выше всего. Абузар, ради Аллаху Ангу, рассказывал, что однажды присутствует Пророк, саллаху алейхи вассалям, поссорился с одним человеком, назвав его сыном черной женщины. И Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, ты допустил несправедливость. Сын белой женщины не имеет никаких преимуществ перед сыном черной женщины. И Абузар рассказывает, что тогда он лег на землю и попросил обиженного поставить ногу на его щеку. Вот так сподвижники сразу подчинялись Пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад в корне гасил любое проявление национализма, высокомерия и несправедливости. И еще одна очень известная история, кто не знает, будет польза, а кто знает, будет напоминание, иншаллах. Был такой мусульманин Джебель Ибн Аль-Ай-Хам. И он совершал талаф, как у Каба. И один из кочерников, то есть из низших людей, а он был знатным человеком, наступил ему на его хиджаб. И тогда он развернулся и побил этого человека, ударив ему в лицо. Он пожаловался, этот низкий человек, в кавычках скажем так, пожаловался Амбрама Хаттаба. На тот момент Амбрама Хаттаба Амир Аль-Мухамменин. И тот приказал поймать Джебеля и наказать его. Джебель, решив не дать себя подверг на наказание, так как почитал это унижение, сбежал на территорию Ахлю-Рум. То есть римлян принял там христианство и проживал. Но затем он написал такие стихи, он пожалел и раскаялся. Знатный человек принял христианство, чтобы избежать битья. Но не было бы ничего страшного, если бы он стерпел его. То есть смотрите, высокомерие и чувство того, что ты лучше другого, привели к чему к куфру, к выходу из ислама. Потом человек раскаялся, но тем не менее этот случай был. И этот случай нам служит уроком. До чего может привести наше высокомерие, если мы будем считать себя лучше, чем кто-то из наших же братьев или сестер. И одно из положений шариата, аль-хамду-ли-ля, гласит, что ни личность, ни положение, ни богатство пострадавшей стороны не учитываются при назначении компенсации в суде, когда идет какая-то тяжба между мусульманами. И размер компенсации только определяется характером преступления. Неважно, кто ответчик, богатый он, знатный, или же бедный одинаковые наказания для того и другого. Только лишь зависит от характера преступления. Иброг Мухаммад саллаху алейхи вассалям сказал, Кровь всех мусульман имеет одну и ту же ценность. Они все объединены вместе против врагов. И даже самый низкий по положению из них может заключать соглашение от их имени. А этот принцип гласит, что закон шариат для всех одинаков. Пусть ты будешь супер богатый и так далее, из самых чистых кровей, как тебе кажется, но закон одинаков для тебя и для того, кого ты, возможно, презираешь и делаешь этим большой несправедливость по отношению к себе. И давайте переведем еще несколько историй из жизни пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям и его сахабов. Незадолго до смерти, будучи уже тяжело больным, пророк саллаху алейхи вассалям вышел из дома, поддерживая Аль-Фадлим ибн Аббасом и Али ибн Абуталиба, и присел на возвышение мечети. Затем он сказал, о люди, если я отстегал кого-то по спине, то я спобил, он должен прийти и ударить меня по спине. Если я оскорбил кого-то, пусть он оскорбит меня. А если я взял чью-то собственность, ему тоже разрешается взять из моей собственности. При этом он может не бояться моего гнева, так как не пристало затаивать подобные чувства против кого бы то ни было. Пусть все знают, что самый дорогой для меня человек из вас, это тот, кто забирает у меня что-то по праву, если он действительно прав. И прощает меня, чтобы я мог встретиться с моим Господом с чистой душой. И затем пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям встал, возглавил молитву Зухар, и после молитвы опять сел и опять повторил эти слова. Ялу Бакар, ради Аллаху Ангу, он также продолжил линию пророка Мухаммада саллаху алейхи вассалям. И после того, как стал халифом, поднялся на удушение мечети и сказал, «Мне назначили вашим руководителем, хотя я не лучший из вас». Хотя это была скромность, мы знаем, что пророк саллаху алейхи вассалям сказал, «Не ступала нога лучшего человека после пророков, кроме как Ау Бакар». «Если вы увидите, что я иду правильным путем, то помогите мне. Но если вы увидите, что я поступаю неверно, остановите меня. Подчиняйтесь мне, пока я подчиняюсь Аллаху. Но если я ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны следовать за мной. Знаете, что самый сильный из вас, смотрите, как делят людей, что самый сильный из вас – это слабый. То есть человек слабый был, а потом стал сильным. В каком случае? Которому я поручу, говорит Аллаху Бакар, исполнять какие-либо обязанности. То есть руководит людьми другими. И он будет стараться исполнять их. На сегодняшний день, видим, наоборот, люди стараются увенять от своих обязанностей. Аллах спонтанно дает, а человек отворачивается. И Аллаху Бакар считал этого человека, наоборот, слабым, даже если он является сильным. А самый слабый из вас, продолжает он, – это сильный, который я лишу прав руководить. Вот что я хотел сказать вам, и я прошу Аллаха прощения и для себя, и для вас. Хадис приводит Табарани и другие мухаддисы. И халиф Амур Махаттаб обычно приказывал наместника, то есть хакимам, которым означало собираться в медине во время хаджа. И тогда он обращался к паломникам. О, люди! Я послал своих наместников не для того, чтобы они отнимали у вас богатство или притесняли вас. Я направлю их обеспечивать мир и безопасность, и распределять среди вас добычу. А если кто-нибудь притерпел от них несправедливость, пусть станет и скажет. Встал лишь один человек и сказал, – О, Амур Мухменин, повелитель правоверных, твой наместник наказал меня ста ударами кнута. Амур Махаттаб провел расследование и действительно выяснил, что хаким, один из наместников, был несправедлив. И тогда он приказал наказать самого наместника. Тогда стал Амур Ибн Аль-Аз и сказал, – О, Амур Мухменин, если ты будешь продолжать поступать так, то слишком много людей будет приходить к тебе. И это станет традицией, которые будут сливать те, кто придет после тебя. То есть он беспокоился, что люди начнут по поводу и без повода жаловаться на своих Амиров, и тогда это приведет к традиции, и будет большая смута. Но Амур Махаттаб, мы знаем, был дверью от смуты. И он был различающим между ложью и истиной. И Амур ему ответил, – Как я могу не наказывать людей за их несправедливость, если я сам видел, как пророк, саулаху алейхи вассалям, просил наказать его самого? То есть тот хадис, который мы привели. И Амур рассказывал, что однажды к халифу Амур Махаттабу, ради Аллаху Аль-Аз, пришел человек и сказал, – О, Амур Мухменин, я пришел к тебе пожаловаться на несправедливость. И Амур Махаттаб ответил, – Ты пришел по адресу. Тогда человек продолжил, – Я участвовал в скачках вместе с сыном Амур Ибн Аляса. На тот момент Амур Ибн Аляс, он был хакимом, то есть наместником мистера Египта, и выиграл их. Однако он стал бить меня кнутом, говоря, что он сын благородных родителей, то есть сын Амра Ибн Аляса. И Амур направил Амру послание с приказом явиться в Медина вместе с сыном. Когда тот прибыл, Амур приказал этому египтянину взять кнут и отстегать сына Амра. Египтянин начал бить его кнутом, а Амур при этом говорил, – Бей сына благородных родителей, бей сына благородных родителей. И он его побил, а потом он приказал еще побить и Амра. Но египтянин ответил, «Меня побил его сын, и теперь я отомстил». Словите, какая справедливость существует, было существовало в исламе, какой сейчас и нет. И тогда Амар Махата спросил Амар, «Почему ты допустил, что твой сын поступает так несправедливо?» Он сказал, «Я не знал об этом случае, египтянин не приходил ко мне». И также про Амар рассказывает, что он сказал, «Дядя Пророка со стороны матери, Саду ибн Ухейбу, «О Сад, не гордись тем, что ты дядя или сподвижник Пророка, так как всемогущий Аллах не простит тебе греха, если ты будешь несправедлив, он простит грех только тогда, когда ты совершишь благочестивый поступок». То есть мы все должны брать отсюда пользу, что только благочестивые наши деяния прощают, не шала дают нам надежду на прощение грехов от Аллаха Сапану Атааля. А на сегодняшний день мы видим, что суды переполнены справедливостью как в исламских странах, так и не в исламских странах. И даже для повелителей существуют отдельные суды. Взять хотя бы от повелителя Египта бывшего, Мубарака, для него суд и отдельная камера, в очень комфортабельной больнице и так далее, которая не предусмотрена для простых мусульман. Несправедливость везде сейчас царит, и поэтому исламская ума на сегодняшний день сильно унижена. И особенно, к сожалению, у арабов такое присутствует, что гордость есть такое у них, что другие положения людей считаются низшим. Сами и только один еще народ, они считают их и уважают, это очень часто сталкиваются. Не все, конечно, но большинство к этому идут, хотя должны быть примером. И большинство из наших самих проявляют такую же несправедливость. То есть мы судим, почему, что это наш друг, это наш родственник, от него можно деньги потом занять, или он помогает тебе деньгами, я не могу ему сказать, и понимаешь, будет фитнес и так далее, и тому подобное. Фитнес будет, если ты не скажешь. Вот если ты не скажешь, не восстановишь справедливость, вот там и будет фитнес. А когда ты говоришь, там нет фитнес. Почему? Потому что несправедливость уничтожается, исчезает. А нас в Анталии любят справедливость. И у нас проблема сейчас с чем, что мы несправедливы. И пророк в Медине, с Аллаху алейхи вассалям, обычно сам вершил суд и разрешал споры. И он говорил, любой спор или разногласия, которые могут привести к биг с порядком и нарушению мира, между сторонниками данного соглашения, будут предоставляться для разрешения Аллаху и его посланнику. И сегодня мы так же должны делать. То есть предоставлять любое наше дело Аллаху и его посланнику, опираясь на шариат. Если заслуживает человек, надо его ставить. Если не заслуживает, не нужно его ставить. Более того, его надо завинить тем, кто лучше будет исполнять эти обязанности. И Омар Махатаб говорил одному из своих судей, обращайся со всеми людьми одинаково, чтобы никто из знат и знатных людей не мог вовлечь тебя в несправедливость, и никто из слабых не был разочарован в твоем правосудии. И однажды возник спор между Омаром и Убаем Ибнкабом. Омар попросил его назвать человека, который мог бы разрешить спор, и оба они согласились, что это может сделать Зейд Ибн Саббит, то есть халиф и еще один сподвижник. Они отправились к нему, и Омар обратился к Зейду со словами, «Мы пришли к тебе уявить наш спор, так как ты достоин сделать, только ты». Когда они вошли в дом, Зейд попросил Омара сесть на возвышение, уже проявляет несправедливость. Омар ответил, «Это первая несправедливость в твоем суде, я сяду рядом со своим противником». И они сели перед Зейдом. Убай высказал свои аргументы, а Омар не принял их. Тогда Зейд повернулся к Убаю и сказал, «Избавим повелителям верующих от принесения клятвы». То есть Омар не принимает то, что говорит ему Убай. Значит, надо в этом что делать? Привлечь Аллах с фантали. Должен человек поклясться, что он говорит правду и не принимает аргументы его противников. И Зейд говорит Убаю, «Давай не будем заставлять Амир Муэнмин клятся Аллахом. Этой услуги я бы не просил у тебя ни для кого другого. То есть только для него прошу, а для других не попрошу». Но он принес клятву, а для себя решил, что Зейд не может быть судьей, пока не будет обращаться с ним, как с любым другим мусульманином. То есть он видел, что Зейд проявил несправедливость. Даже несмотря на то, что эта несправедливость была на пользу самому Амру Махатабу. И он сказал для себя, что Зейд не может быть судьей, раз проявляет такую несправедливость. И во время правления халифа Аль-Мансура группа людей подала прошение, требуя восстановления своих прав. Судей Мухаммад Ибн Амур Аль-Тальки. Езжал и была на халифа. И судья послал за ним. И халиф явился в суд. Судья попросил его сесть рядом с истами. То есть одинаково все, чтобы было. Выслушав в обе стороны, судья принял решение против халифа. И когда халиф вернулся к себе, он послал за этим судьей. Судья испугался, думал, что сейчас будет наказание и так далее. Халиф, он имеет возможности власть. И все-таки пошел. Несмотря на то, что он боялся. А халиф сказал ему Аль-Мансура, «Да вознаградит тебя Аллах за преданность твоей вере. Пути твоего пророка и за твое образцовое поведение». То есть похвалил и расхвалил Аллаха, что среди его людей такие есть судьи. И перед назначением на должность по законам шариата человек должен рассматривать со всех сторон. Его кандидатура должна решаться не в пользу каких-то личных выгод, а в пользу того, что принесет ли он пользу для ислама, для мусульман, или же будет от него вред. Будет ли он справедлив? И судить надо по его делам. И это приходит и в Куране, когда дочери, в одной из версий это было Шуайба, они попросили взять кого? Мусу, алейхиссалям, на работу, сказав, «Отец мой, найми его, ведь он лучший, кого ты можешь нанять. Сильный и верный». Все о Касас, 26 аят. И в этом, а этой силой мусы свидетельствует о способности нести ответственность, о верность, о богобоязненности. И Аллах спонтально вот именно такими критериями судят людей, кто достоин, а кто недостоин. И поэтому мы должны подбирать людей или назначать и смотреть, как они выполняют свои обязанности. Это и есть высшая справедливость. И Абузар рассказывал, что однажды он просил Пророка Сааллаху, алейхиссалям, назначить его на какую-либо государственную должность. И Пророк Сааллаху, алейхиссалям, похлопал его по плечу и сказал, «О, Абузар, ты слабый человек, а ведь эта должность, доверенное имущество от Аллаха, то есть Аманат от Аллаха, это будет должность тебе в тягость. Судный день все может обернуться позором и раскаянием, если эту должность человек не получит заслуженно и не будет безукоризненно выполнять свои обязанности. То есть каждая должность в исламе это Аманат перед Аллахом. Если человек не будет родить, не будет справедлив, не будет на пути Аллаха стараться, оставляя свои дела, забывая о себе и часто о своей семье, забывая о своих личных интересах, то в судный день его должность оберется, как сказал Пророк Сааллаху, алейхиссалям, позорным и проклятием. И он будет за это не награжден, а будет за это наказан и рассчитан. И Пророк Сааллаху, алейхиссалям, он всегда так и делал. Он назначал только самых способных, самых достойных. Так командующим войском он назначал кого? Халид ибн Валиде. Так как он видел, что он мастер своего дела. Хотя были те, которые воевали до Халидов. Сегодняшним языком говоря, они были ветераны, мухаджиры. Но он назначал Халид, а почему? Потому что у него были способности, дар от Аллаха, именно в войне, именно руководить. И также он назначил Усама ибн Зейда. Почему? Хотя он был очень молодой. Потому что у него также были выдающиеся военные способности. Иязид ибн Абу-Суфьян, то есть сын Абу-Суфьяна, рассказывал, что у Бакар, праведный халиф, рагаллаху анху, направляя его в Сирию и назначая Хакимом, сказал ему, ой, Язид, чего я больше всего боюсь, это того, что ты под давлением родственников, напомню, что родственники его все состоятельные люди, все знатные люди, рода Кураищ, что ты под давлением родственников будешь назначать их на ответственные должности, предпочитая их другим мусульманам. А посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, если кто-нибудь занимает государственную должность и сам назначает другого без учета его достоинств, он будет наказан Аллахом. И от него не будет принято никакой компенсации взамен, и он будет брошен в адский огонь. То есть предостерегал Хакима от подобных действий Язида ибн Абу-Суфьяна, чтобы ни родственные связи, ни какие-то дружеские, еще какие-то критерии не превысили его справедливость и богобоязненность. И Абу-Хурая, рагаллаху анху, рассказывал, когда к нему подошел бедуин и спросил, когда будет судный день? И пророк салаллаху алейхи вассалям, как ни в чем не бывало, продолжал свою беседу. Некоторые подумали, что пророк салаллаху алейхи вассалям услышал вопрос, но он ему не понравился. Другие же решили, что пророк салаллаху алейхи вассалям вообще не расслышал вопроса. Закончив говорить, посланник Аллаха спросил о том самом бедуине, и бедуин отозвался, то есть начал искать и подозвал его к себе. Тогда посланник Аллаха сказал, когда доверие злоупотребляют, тогда ждите дня суда. То есть доверили и начинает человек злоупотреблять. Он начинает под себя грести и вести дело таким образом, чтобы было выгодно ему и кучке людей, приближенных к этому человеку. И бедуин спросил, а как им злоупотребляют этим доверием? И посланник Аллаха ответил, когда государственные должности отдаются незаслуживающим этого и неопытным людям, тогда и ждите дня суда. И поэтому по всем этим вопросам одинаковое мнение, что человек должен по праву занимать свою должность, должен быть справедлив в любом вопросе. И напомню вам хадис, даже если дочь Фатима, дочь Мухаммада, саллаху алейкум салям, украдет, совершит воровство, я повелю ей отрубить руку. И Браулт салям говорил о своей дочери, которую любил больше всех, которая обещала, что она будет госпожой всех женщин в раю, кроме Марьям, и которая первой присоединится к нему после его смерти. Так и случилось через полгода. Фатима, рада лау, она умерла и присоединилась к пророку Мухаммаду, саллаху алейкум салям. И тем не менее, он сказал, даже если надо будет, я ей отрублю руку во имя справедливости, ради Аллаха, чтобы шариат был превыше всего. И на сегодняшний день мы должны такими же критериями руководствоваться. В рамках одной мечети, в двух, в пятьдесят мечетей, в рамках города, государства, не важно. Когда халиф Амир Му'менин правит справедливо, когда назначает на должность именно тех, кто заслуживает, пусть даже им не нравится их суждение каким-то вопросом, но это будет хорошо. И Амир Мухаттаб также сказал, если я следую путем Аллаха и его посланника, подчиняйтесь мне, когда приносил клятву служить, быть халифом. Если же я сверну с этого пути, не подчиняйтесь мне. И по одним ревератам Али поднял меч, а по другим другим мужчине сказал, вот этот меч тебя остановит. И Амир Мухаттаб очень обрадовался, что среди его подданных есть такие люди, которые, несмотря ни на что, халиф перед тобой, не халиф, они будут биться и восстанавливать справедливость ради Аллаха. Конечно, в таком обществе, в таком государстве будет процветание, что сегодня нельзя сказать про нас. Опять повторяю, в рамках одной мечети видно, что одни кучки собираются там, другие собираются тут. Призываешь к хорошим делам, люди начинают говорить, а давайте подумаем, от этого польза или вред? Субханаллах, садака давай, помогать своим братьям, еще что-то. Разве от этого может быть вред? И, как сказал православа Саласулян, чересчур щепетильные гулюль погибнут. Мы должны всегда быть вместе. Мы мусульмане, мы все одинаково перед Аллахом. И Аллах святая только смотрит на нашу богобоязненность, и справедливость должна быть во всем, даже если твой родной или же близкий человек. Я прошу Аллах святая, чтобы он нас направил на поистинном пути, во пути пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, пути его сподвижников, сделал нас справедливыми. Не дай Аллах нам проявлять несправедливость, и за это мы будем рассчитаны, и рассчитаны очень жестко. Я прошу, чтобы он нас собрал под знаменем пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, в день Суда и вел вместе с ним в сады Фердаус А тем из правителей мусульман Которые проявляют несправедливость Пусть Аллах или наставит на прямой путь Или сломает им хребет Другого пути у них нету